Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня поделюсь с вами своим прогрессом в Project Penny, в некоторых позициях, и отсутствием прогресса в других. И покажу, что я решила добавить из новенького на замену тому, что у меня закончилось. Собственно, давайте начнем с самого интересного, с того, что закончилось. Во-первых, вот этот вот консилер в миниатюре от Market Art, который называется просто Крислос Консилер. Это у меня был оттенок 13N, то есть мой самый идеальный. Я расхламила тот оттенок, который для меня был светловат, в своем декабрьском большом расхламлении отдала его, ну, вернее, еще не отдала, но уже отложила, чтобы отдать подруге, у которой оттенок кожи светлее и желтее, чем у меня. А вот этот вот 13N для меня самый-самый идеально подходящий, причем зимой и летом одним цветом, поэтому я уже купила себе полноразмер, и теперь буду пользоваться им. Консилер этот жирненький, с влажным финишем, не фиксирующийся. Мне отлично подходит, потому что у меня очень сухая кожа нижних век, но если вы любите, чтобы консилер фиксировался и давал матовый финиш, то вы прямо обходите его стороной. И еще он довольно-таки такой густой, я бы не сказала, что супер тоненько распределяется под глазами, так что, ну, не всем, конечно же, понравится, но для меня сейчас это самый-самый лучший вариант плотного консилера под глаза. Если я хочу какое-то легкое такое в стиле макияж без макияжа покрытие, то я беру один из своих персиковых корректоров, о них совсем недавно было видео большое, вот здесь оставлю всплывающую подсказку, если вдруг вы их пропустили. Так что люблю, обожаю, буду пользоваться дальше полноразмером. Ну, кстати, говоря про персиковые корректоры, вот этот вот от Бека, мой самый первый, ну, не именно эта банка, в принципе, самый первый персиковый корректор, который я попробовала, вот столько осталось, он у меня периодически то возникал в Project Planet, то уходил, потому что он мне не подходит летом по цвету, и сейчас я приняла решение вот эти остатки просто выкинуть, недопользовать. Во-первых, он очень старый, ему больше двух лет. Во-вторых, как вы видели, опять же, в моем видео, у меня консилеров вагоны маленькая терешка, и по-хорошему нужно всего два, а у меня их, по-моему, семь получается, или что-то около того. Короче, не вижу я смысла держать тот, который совершенно точно просроченный, если у меня есть другой, практически идентичный по оттенку, лучший по текстуре, и наисвежайший только что буквально купленный. Я еще и как-то разнравилась мне эта, ну, не текстура, а вот ощущение, когда набираешь его на палец, он такой прям липкий какой-то, в сравнении с Catrice, который такой скользкий, маслянистый, такой жирненький, тающий. Этот какой-то менее элегантный, я бы сказала, и, в общем-то, конечно же, если бы у меня не было альтернативы более классной и более свежей, я бы продолжала им пользоваться, но зачем, в общем-то. Пока я буду его добивать, у меня подпарчиваться начнет Catrice, подпарчиваться, неправильное какое-то слово. Короче, состарится Catrice, так что лучше я буду пользоваться этим сейчас, а этот отправлю в утиль. И еще один консилер, который я, на самом деле, не смогла использовать под глаза, потому что он мне слишком сильно сушил, и я его использовала на все левецов в качестве тонального средства. И он мне, в принципе, понравился. Это Essence Multitask Concealer. А, ну раз Multitask, то значит, как бы, и подразумевалось, что можно как угодно его использовать. И оттенок 15 Natural Nude мне довольно неплохо подходил под лицо, мне, ну, под оттенок лица. Мне кажется, он, может быть, немножечко был желтоват в какие-то моменты, но, по большому счету, довольно-таки неплохо смотрелся. И, на мой взгляд, это вообще неподходящая текстура для консилера, для меня, по крайней мере, но очень неплохая для того, чтобы именно использовать как тональное средство, потому что он именно фиксировался, давал такой современно-матовый, так называемый, финиш, то есть не, ну, по крайней мере, поверх моего всего ухода, не был глухоматовый, но такой слегка матировал, но это не выглядело слишком сухо. Давал среднее, я бы сказала, покрытие, которого мне за глаза достаточно, мне никогда не нужно полное покрытие бывает. И достаточно неплохо держался, но только со временем начинал заваливаться в носогубки немножечко, потому что все-таки он достаточно сушащий. Не тот продукт, который я бы стала покупать себе сама, мне его прислали на обзор, и я не буду его повторять, потому что у меня есть тональное средство от Catrice, которое, блин, забыла, как называется, сейчас ставлю на экране картинку, оно у меня там сзади вот стоит, которое дает на лице очень похожий эффект, очень похоже по оттенку. И, конечно же, я буду пока что допользовать его, и даже и потом не стала бы его покупать. Но, в общем-то, свою работу выполнял, и за это я ему благодарна. Ну и я все-таки решила выбросить остатки помады от LH Cosmetics, от Linda Halberg. Это моя самая любимая нюдовая помада. Она сегодня у меня на губах, правда, с карандашом от Tarte в оттенке Mav, так что она выглядит чуть более интенсивно, чем просто мои губы только лучше из-за контура. Но это оттенок, который называется Gold Stone. Он такой нюдово-розовый, ну, на мне, по крайней мере, нюдово-розовый, для большинства людей будет прям розовый-розовый, скорее всего, потому что у меня очень розовый подтон кожи. И она у меня закончилась благополучно, и я начала уже выковыривать ее кисточкой изнутри. Я не знаю, насколько вам видно, может быть, подсниму. Ну, а поскольку я на Черную Пятницу купила такую новую помаду, ну, я не хочу уже больше корячиться с тем, чтобы пытаться там кисточкой что-то вытащить. Там, безусловно, еще довольно-таки надолго хватит. Но, если честно, я очень не люблю пользоваться кистью для помады, потому что, ну, по-хорошему, ее, конечно, надо каждый раз после этого мыть. Что я делать ленюсь? Я один раз очищаю об сухую салфетку, следующий раз я очищаю салфетку с мицеллярной водой, и на третий раз я как бы мою. Можете называть меня грязнули, если хотите. А я, с другой стороны, знаю, что некоторые люди просто пользуются, и пользуются кистью, она у них так и стоит. В общем, меня это задолбало, и я решила, что пора с ней прощаться. Тем более, что есть точно такая же, только новая. Кстати, сейчас к этому оттенку значительно реже тянется рука, потому что, во-первых, я кое-какой вам покажу продукт другой, который я добавила неофициально уже заранее в Project Man. Во-вторых, как-то все-таки этот цвет такой весенний, мне сейчас тянет на что-то более такое интенсивное, агрессивное, даже, наверное, по моему маникюру заметно, и вот по тому продукту, который я вам потом покажу. Дальше три продукта, которые я почти что не использовала, минимально на самом деле. Тональное средство – это BB-крем Misha Chobo Young в 21 оттенке, мой самый любимый. Ну, вообще нет, вообще тут... Не знаю, что-то... Очень сложно так смотреть на самом деле. Ну, что-то несколько раз я им совершенно точно пользовалась, что-то там ушло. Но поскольку я купила кушен от марки Clio, и показывала его в первых впечатлениях пару, наверное, недель назад, вот здесь оставлю всплывающую подсказку на это видео, и мне он так понравился, что я решила, что я хочу как бы тестировать его, как он по стойкости. И, в общем-то, постоянно сейчас пользуюсь практически каждый день, когда делаю макияж, такой повседневный, не для видео, а просто куда-то пойти. Я беру этот кушен, чтобы понять, как он себя ведет в течение дня. Пока он меня очень радует, но еще, конечно же, рано делать какие-то далеко идущие выводы, потому что самый большой краш-тест будет, когда летом в жару, как он будет себя вести. Тогда станет понятно, насколько он устойчивый. Потому что сейчас, во-первых, и кожа моя склонная к сухости, и нет у меня такого, что я очень подолгу провожу где-то вне... Хотя вчера практически весь день торчала вне дома. Ну, короче, самое главное, что еще у меня появилась потрясающая пудра от Флорасис, которая держит просто железобетонно. И, соответственно, пока что я покушану, отчета никакого дать не могу, но вот этот вот BB-крем, мой самый-самый любимый, из-за этого стоит без дела немножечко. Ну, на камеру я крашусь всегда сейчас именно им. Буду продолжать, потому что у меня свежий стоит в холодильнике, и этот надо в обозримом будущем допользовать, конечно же. В том же видео с первыми впечатлениями я показывала румяшки тоже от Клио, такой муссовой текстуры, немножко на супершоке от Colourpop похожи. И так они мне понравились по качеству, что несмотря на то, что цвет такой супер весенний-летний, я прямо сейчас, опять же, каждый раз, как делаю макияж, крашусь именно ими, чтобы оценить их стойкость. То же самое, что с Кушаном. Реально оценить стойкость можно будет только летом в жару, но у меня все время пока что к ним тянется рука. Надо, может, их убрать до лета немножечко, чтобы уделить больше внимания вот этому стику от Rival. Я им пользовалась, конечно же, и на каждый день, и для видео пользовалась, но, не знаю, мне визуально кажется, что очень мало я истратила. Я вставлю на экране сравнительные фото, сколько было, сколько стало, но мне кажется, что почти, что почти, что нет никакой разницы. Сегодня на щеках у меня именно этот оттенок. Он такой супер нежный, супер натуральный, подходящий, в принципе, под любой практически макияж. Глаз холодный, тёплый, совершенно не важно. Этим мне нравится, но стойкость здесь летом не суперическая, поэтому как бы более логично пользоваться ими сейчас зимой и постараться их до жары добить. Медленно расходуются, но я надеюсь, что мне это удастся. И продукт, к которому я вообще не притрагивалась за это время, всё, сколько там месяцев прошло с тех пор, как я последний раз делала отчёт, это скульптор от Кевину Куон. Я даже не буду вставлять сравнительные фото, потому что я им не пользовалась, он в том же ровно состоянии, в котором был. Вот так вот выглядит. Я притормозила с ним, потому что я наконец-то собрала все скульпторы для сравнительного видео и побоялась, что пока я доберусь до этого сравнительного видео, до его съёмки, и это у меня просто закончится, честно говоря. Поэтому я решила пока притормозить, пользуюсь сейчас другими пудровыми скульпторами и своим кремовым от Fenty, и когда я сниму видео со сводчами и с обзором всех скульпторов, которые я считаю наиболее подходящими для светлокожих девушек с холодным потоном, тогда я снова им займусь и снова буду им вовсю пользоваться, потому что это тот продукт, который я бы хотела допользовать и не возвращаться к нему. Он сам по себе неплохой, но уж очень дорогой для того, что он из себя представляет. Есть гораздо более приятные по текстуре, лучше подходящие мне по цвету скульпторы, которые ещё и стоят дешевле, чем эта зараза. Он супер... Ну, не супер дорогой, не такой, как Том Форд, но для такой маленькой фитюльки и для тех граммов, которые там содержатся, и для того качества, я считаю, что он страшно переоценен. Никому, честно говоря, не советую его покупать, но если только у вас там деньги-куры не клюют, и вам очень-очень сильно его хочется, потому что мне кажется, что даже если очень много денег, то можно найти что-то поинтереснее, по крайней мере. Этот какой-то... Никакой совершенно. Продукт, который я использую вовсю, хвост и в гриву, каждый день, это праймер под тени от марки Wet n Wild, мой самый любимый. Его уже настолько там мало, я сфотографирую вам на просвет, опять же, чтобы сравнить, но я уже сейчас делаю так. Я беру... Я не могу его просто выдавить пальцами, я беру вот так вот ножницы, зажимаю, ну, маникюрные ножницы, и взрываю, вот так вот тащу, и тогда у меня получается выдавить на крышечку, выдавливаю небольшую капельку, чтобы воспользоваться. Очень лихо идет, как бы я крашусь, ну, не каждый день, конечно же, но каждый раз, как крашусь, использую именно этот праймер и для видео, и на каждый день. Очень его люблю, очень он хороший, но, к сожалению, снят с производства, а то, что Wet n Wild ему на замену создали вроде бы в похожем даже тюбике, я пока у меня нет возможности попробовать, так что сейчас добиваю вот этот, а дальше посмотрим. Ну и моя палетка теней, я продолжаю ее мучить, и она становится все более и более заюзанная, но кончаться, конечно же, не собирается. Я вообще пришла к выводу, что в Project Penny самое сложное, это когда уже много довольно истрачено, уже дырка солидная, и вот по углам вот это все собрать, это самый долгий процесс. Ну, три оттенка, вот этот вот оттенок такого шампанского, сатинчик, очень мне нравится под бровь, он скоро, скоро, недолго ему осталось, ну, я, правда, иногда его заменяю пудрой, но совсем скоро он у меня закончится. Эти два примерно как ноздря в ноздрю идут, но на самом деле, конечно, вот этот расходуется быстрее, потому что, когда я им краффус, я его, вот как сегодня, наношу на все века. Зеленый перелив у меня дают, я еще дополнительно зелененьким сверху, мне показалось, маловато сегодня зелени от этого оттенка, хотя он переливается в такой бирюзово-зеленый, но я добавила еще сверху дуохромчик от марки NYX. Но, в принципе, когда я им пользуюсь, я его наношу на все век, и уходит, конечно же, побольше. Этим я пользуюсь только во внутренний уголок. Ну, кстати, можно с ним попробовать сделать как-нибудь на все век тоже с этим розовеньким. Такой хороший повседневный макияж будет. Ну, и вот этим темно-фиолетовым я пару раз пользовалась для вечернего макияжа, но, конечно же, там еще даже дырки нет, он его еще очень-очень надолго хватит. Я думаю, что все эти оттенки закончатся, и я еще больше года буду этот фиолетовый пытаться добить, если вообще захочу этим заниматься, я все время колебусь, то мне кажется, что когда все три этих основные оттенка закончатся, я эту палетку просто выкину, но каждый раз, как я крашу с этим фиолетовым, получается такая красота на глазах, что я решаю, что я буду хранить, пока не испортится, или пока я его не допользую, потому что с ним очень легко сделать вечерний макияж. Скульптор в складку и вот этот вот такой фиолетовый с зеленым переливом сатин на все подвижное веко получается просто красотища. И еще один продукт, который хорошо у меня идет, несмотря на то, что постеснила его пудра от Florasis, это пудровая тональная основа от J-Kid Beauty Aqua Shurance. Я ее после прошлого видео перепрессовала, показывала вам уже в перепрессованном виде, и вот так вот сейчас она выглядит. Сейчас вам, скорее всего, нихрена не видно, потому что светлая пудра отсвечивает, но на сравнительных фото вы увидите, что уже даже в перепрессованной части появились дырки, которые я протерла. Я ей регулярно пользуюсь в качестве такого кремового оттенка теней, закрепляю пространство под бровью, растушевываю вот здесь вот иногда, если что-то у меня не получилось. И, кстати, иногда, когда снимаю видео, добавляю немножечко на центр лица, чтобы не сиять. Все еще не знаю, буду ли я ее повторять. В принципе, мне сейчас так нравится пудра Florasis, хотя, конечно, она вообще другая по принципу воздействия, она белая, прозрачная, и ей пользоваться, как я это иногда еще как бы подчищаю тени, подправляю, где-то надстраиваю тональное средство. В общем, есть у меня желание повторить на самом деле эту пудру, хотя долгие-долгие годы, интересно даже посмотреть, у меня есть на канале ее обзор, когда я ее купила, там через несколько месяцев, сколько лет у меня эта пудра в хвост и в гриву юзается, насколько ее хватает. Но есть у меня желание ее повторить, когда она закончится. Посмотрим еще, последую ли я этому желанию, но она, кстати, как раз-таки как пудровая тональная основа мне не понравилась, я ее несколько раз использовала на все лицо, как именно, как тональную основу, и для меня это, конечно, слишком сухо, но вот так вот точечно где-то, вот если там какой-то прыщик, ее так вот взять можно даже на пальчик и вот так вот раз и надстроить, ну или кисточкой маленькой, очень удобная штука. Ну и для подправки теней просто незаменимая. Ну и, наконец, четыре продукта, которые я добавила в свой Project Pen, я уже на самом деле ими активнейшим образом пользуюсь, просто все не доходили руки снять это видео. Во-первых, вот этот бальзам черный от Pet Magrat, я его покупала в первую очередь ради его потрясающей красивой упаковки, внутри он вот такой серый, но он на губах не дает оттенка, он немножечко, может быть, делает их такими прохладными и как бы все. Я подумала, что он довольно-таки старенький, он, наверное, сдохнет в какой-то момент, я лучше его допользую, упаковку я не хотела бы выкидывать, она очень красивая, и очень красиво у меня там смотрится на моем этом иконостасе с палетками, но я подумала, что она вполне может там стать пустая эта штука с допользованным бальзамом, но он мне, честно говоря, нравится. Я совершенно точно не считаю, что бальзамы от Пэтмоград стоят тех денег, которые за них хотят при полной стоимости, но если поймать его на супер скидках, которые у нее бывают практически каждый год, что продукт для губ идет за там 12, 13, 14, 15 евро, что-то такое, тогда я бы его даже повторила. Я, кстати, не помню, есть он еще на сайте, или это была лимитка какая-то, но если бы он был, то я его, может быть, даже бы и повторила за 15 евро, не за 35, ни в коем случае, нет. Так сейчас он просто стоит у меня здесь на туалетном столике, и каждый раз, как я начинаю краситься, я люблю что-нибудь нанести на губы, и вот сейчас это именно вот этот вот продукт. И второй продукт для губ, который я практически уже закончила, на самом деле. Я вам сфотографирую тут так много. Пока я, короче, собиралась добавить его в Project Pen официально, он у меня почти закончился. Это блеск-бальзам от марки Rowan Beauty в оттенке Scout. Я сейчас прямо его нанесу. Он прекрасен по текстуре, у меня есть еще второй оттенок Charlie, он такой совершенно нюдовый, практически незаметный на губах. А этот я всегда хвалила текстуру, но ругала цвет. Не потому, что мне не нравится цвет, цвет очень красивый, но в том смысле, что его не нанести без зеркала. Этот второй оттенок Charlie я могу не глядя, честно говоря, нанести и пойти. Но тут я что-то начала им пользоваться во всю, и мне так понравилось, что он бордовый, но при этом он полупрозрачный блеск. И пофигу, что я не могу нанести его без зеркала. Достану я зеркало или в телефон, в телефоне камеру включу и посмотрюсь, и нанесу. Так он мне что-то понравился, и я всегда говорила, что я его допользую с удовольствием, но не буду повторять. Но девчата, я беру свои слова обратно, я вынуждена сказать, что я буду повторять именно этот оттенок. Я не знаю, буду ли я повторять Charlie оттенок, может быть, скорее всего, даже тоже. Оба их буду повторять опять, но, по крайней мере, этот мне очень понравился, и такой, ну, своеобразный фаворит зимы у меня. Я, кстати, не помню, я его добавила в фавориты зимы или не добавила, но он мне очень понравился, очень зашел, у него легкий ментоловый холодок, но очень слабый, не такой, что из-за этого невозможно пользоваться зимой, и он очень быстро выветривается, но потрясающая текстура, очень, очень нелипкий, странно звучит, совершенно нелипкий, очень ухаживающий за губами, очень легкий, очень увлажняющий, и даже когда съедается, губы еще долго остаются увлажненными и ухоженными. В общем, люблю, обожаю эту формулу, и прониклась к этому цвету, его здесь уже совсем мало, но пока будет, я буду им пользоваться, а потом на каких-нибудь скидках прикуплю еще один, потому что я что-то его очень сильно полюбила. У меня скопилось очень большое количество разнообразных тушей, не все они меня устраивают, но вот эту миниатюрку от Tarte я все-таки приспособила, она считается термотушью, то есть не стирается якобы ничем, кроме теплой воды, но я все-таки нахожу, что это не так, но мне, если я, как обычно, крашусь, то есть я наношу достаточно жирненький, такой влажненький консилер, не закрепляю под глазами пространство пудрой, и наношу эту тушь, и допустим, я пошла на массаж и лежала там мордой в эту круглую подушку, то даже эта тушь у меня все равно отпечатывается немножко, хотя может быть, это отпечатывается с верхних ресниц, я не знаю. Короче, мне она совершенно не нравится на верхних ресницах, она ужасный эффект дает, склеивает ресницы, получается три волосина, в общем, какой-то кошмар, но на нижних совсем даже неплохо, я не уверена, что я бы ее стала специально ради нее как бы делать заказ на сайте Tarte, но если я буду что-то доказывать на сайте Tarte, и мне нужно будет добить до бесплатной доставки, то я вполне вижу, что я могла бы кинуть такую тушь, именно миниатюрку, себе в корзину, потому что для нижних ресниц цена оказалась очень даже неплохая, и в этом качестве я буду ее допользовать в рамках этого Project Pen, ну то есть буду ей пользоваться на нижние ресницы каждый раз, как крашусь, независимо от того, что я наношу на верхней. На верхних это ужасно просто, на верхней я больше никогда не буду ее наносить, это выглядело отвратительно, я два раза, один раз, по-моему, в каких-то первых впечатлениях я это делала, и второй раз уже как бы в таком обычном режиме за кадром это делала, и да, но для нижних вполне-вполне неплохо. Кстати, я видела на нее массу позитивных отзывов у американских блогеров, не знаю я, что у нее там такое с ресницами, на мне это до верхних ужас кошмарный. Последний продукт это консилер под глаза, как вы видели, я выбрасываю корректор от Бека, и закончился у меня миниатюрка консилера, и я решила, что пора добивать вот этот вот Revolution Pro, это у меня была запаска, на тот момент, когда сняли этот консилер с производства, она была у меня еще не вскрытая, но сейчас я уже вовсю им пользуюсь, раньше это был мой самый-самый любимый консилер. Тарт, я даже не знаю, ну как бы, они не одинаковые, они оба дают влажный финиш, они оба не фиксируются, оба такие достаточно жирненькие, но вот этот потоньше по текстуре, так более тоненько распределяется, но у него и покрытие, я считаю, поменьше, хоть он и называется Full Cover, но я все-таки считаю, что Тарт дает покрытие больше, но Тарт зато по текстуре такой более густой, более плотный, и надо немножко больше повозиться, чтобы распределить его под глазами. Этот теоретически можно даже пальцем распределить, Тарт без спонжа я, наверное, не смогла бы под глазами качественно распределить. Если бы нужно было, вот если бы была идеальная ситуация, что оба они доступны и нужно выбирать, я, скорее всего, выбирала бы в первую очередь Revolution, потому что он был значительно дешевле, но поскольку он все равно снят с производства, то как бы о чем тут говорить. Тарт теперь мой любимчик, а этот надо просто допользовать. Он, кстати, у меня в оттенке был C2, и тоже удивительным образом подходит мне и зимой, и летом, как и вот этот вот Тарт, при том, что они не одинаковые по оттенку. Я не знаю, что это за мистика такая, но в общем, в общем, да. Буду допользовать, знаю по предыдущему тюбику, насколько он долгоиграющий, скорее всего, не знаю, даже за год его не допользую, его нужно капелюшечку буквально, но посмотрим. Может быть, в какой-то момент попробую его еще на все лицо в качестве тонального средства, хотя зачем, если у меня еще и тональное средство в Project Penny незаконченное. В общем-то, смысла особого в этом нет. Не стоит задача как можно быстрее от него избавиться, потому что он мне очень нравится, и я с удовольствием буду им пользоваться. Собственно, на сегодня это все. Чем я накрашена, я вам и так рассказала, поэтому, если видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк, а если сейчас еще что-то хотите интересненькое посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих ролика. Я же вас целую, обнимаю, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok